Продолжение банкета Потому что совершенно неожиданно оказалось, что главный персонаж последних двух дней, лицо события, которое мы сегодня будем обсуждать, это абсолютно медийный человек, это такой телевизионный, давний телевизионный герой, хирург, байкер Залдостанов. По фамилии Залдостанов, сегодня пыталась вспомнить, как его зовут. По имени Александра. Он Александр, да, ваш тезка. Итак, сегодня у нас прямой эфир с Александром Мельманом, с Леонидом Гозманом, с Владимиром Гельманом. Это политолог, который участвовал в Гайдаровском форуме. Все будут с нами на связи. С нами будет Дмитрий Гудков, который не участвовал в Гайдаровском форуме и никогда его туда не зовут. И он нам объяснит, почему. В отличие от хирурга Залдостанова, его туда не зовут. У нас сегодня много гостей и вопрос мы вам задаем, уважаемые зрители и слушатели, точно такой же, который мы задавали сегодня прохожим на улицах Москвы. Как вы считаете, зачем хирурга Залдостанова позвали на экономический Гайдаровский форум? Вот ваши версии. Мы принимаем по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Александр, а с вами начинаем разговор-то вот не с форума, а немножко пораньше. Мы с вами распрощались прекрасно новогодних праздников, хорошо обсудили голубые огоньки. И тут мы еще включаем телевизор уже в Рождество, вот богослужение в храме Христа Спасителя, как всегда торжественное, пафосное. И мы с вами не обнаруживаем там никакого начальства в первый час, а один только хирург Залдостанов, один за всех. Вот его лицо мы видим без шапочки, между прочим, вот с неприкрытой он головой, с непокрытой впервые. Наверное, за все эти годы мы его увидели. Вот вы сейчас на этих фотографиях тоже увидите, каким он был, каким он стоял в храме Христа Спасителя. Это как если бы Михаил Сергеевич пришел без своей шляпы? Да, 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 как Боярский бы пришел без шляпы, совершенно верно. Вот скоро, вот сейчас вы видите, вот прямо на экране его портрет. Вот, это стоп-кадр с богослужения в храме Христа Спасителя. Вот такой он наш сегодняшний герой. Красавец. Да, да, да. Александр, вот вы считаете, что все логично, все в логике. Вот он главный на богослужении, потом подтянулся. Дмитрий Анатольевич Медведев тоже увидите на фотографиях. Ну, уже потом, через час. Ну, Лен, да, кто-то его тянет, безусловно, наверх. И все уже это знают, что это такая особо приближенная к императору. Поэтому удивляться уже не приходится. И я впервые как-то остановил свой взгляд на этом персонаже, когда он пришел к Владимиру Владимировичу Познеру на передачу «Познер». Вот тогда это было. А он к нему тоже ходил уже. Да, 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 это было довольно интересно. То есть всех обошел. В общем, такое было впечатление, ощущение, что Владимиру Владимировичу навязали этого человека. Хотя, конечно, ну, может быть, я и не прав, потому что Познер говорит, ну, мне интересен любой человек и все, но видно, что он его так щадил немножко. То есть это был такой щадящий эфир. Но, тем не менее, Залдостанов у Познера это было сильно. И тогда уже на него как-то обратили внимание. Затем, когда человек на антимайдане, мы помним, такие были митинги, в общем-то говорил, что нужно уничтожать врагов. Я не цитирую, но близко к тексту. Но очень агрессивная риторика у него, конечно. Да, очень агрессивная. Уничтожать там вот такую была коннотация несистемную оппозицию, а через некоторое время убили Бориса Мельцова, между прочим. То есть вот он обратил на себя внимание. Ну, а то, что теперь вот он оказался на Гандарском форуме, это такое у меня впечатление, как, знаете, Цезарь вел коня в Сенат. То есть такой конь в Сенате. И жуйте, и кушайте, и вот он будет, потому что я сказал, кто я, мы точно не знаем, но немножко догадываюсь. Вот с нами на связи Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Не знаю уж, как вам нас с этой не очень, может быть, радостной для вас темой, присутствие Злодостанова на форуме. А выяснилось, каким образом он туда попал, на эту туристическую панель. А он выступал по вопросам развития туриста, туризма в Российской Федерации. Патриотического. Патриотического туризма, да, да. Ну, наверное, да. Нет, вы знаете, я этого, разумеется, не знаю. Я вел свой круглый стол. Вот из года в год я веду круглый стол по политическим тенденциям. Это единственная площадка, где обсуждается политика на Гайдаровском форуме. И вот я вам что могу сказать. Значит, есть разные варианты появления этого деятеля на Гайдаровском форуме. Да, во-первых, это, конечно, отвратительная. Конечно, вся эта демагогия, что вот каждый имеет право и прочее, это, конечно, вранье, потому что, понимаете, ну, пьяный жлоб, его в филармонию, допустим, не пускают, да, и выталкивают за шею. Очень бы хотелось, чтобы это было сделано, но это сделано не было. То есть, как человек может туда попасть? Может быть, то, что вот вы говорите, это вот его тянет император, ну, или там какое-то окружение императора, да, ну, и, соответственно, вот так его туда как-то затащили. Это один возможный вариант. Другой возможный вариант – это ошибка или глупость тех, кто занимается фиаром форума. Я не знаю этих людей, я не знаю, способны они такую глупость совершить, или нет. Но есть третье объяснение, самое простое, и в соответствии с принципом бритвы Акама, его и надо, по-моему, использовать. Если вот я веду там каждый год эту панель, мне никто, я как бы в защиту оргкомитетов хочу сказать, никто никогда мне не говорил того приглашаться. Вот никогда такого не было. Никто мне не говорил вот этого пригласи, а этого нет, наоборот, не зови, да. У них принцип, что экспертные дискуссии формируются, дискутанты, панели дискутантов формируются самими дыраторами дискуссий. Конечно, это не значит, что вариант, что им позвонили и сказали, ребята, вот хорошо бы позвать вот этого действия, что этот вариант нереален. Конечно, он тоже реален, да. Но можно, возможно, что это была глупость или провокация того, кто вел эту самую дискуссию. Надо понять, что для Гайдаровского форума дискуссия по туризму – это все-таки очень шестистепенная тема. Очень жалко, что он там был, потому что, даже не потому, что противно находиться у вас в помещении, по-моему, с такой фигурой, а жалко по двум причинам. Во-первых, жалко, что участники той панели, на которую он пришел, не нашли в себе чувство собственного достоинства покинуть это заседание, не присутствовать вместе с ним. А второе, очень жалко, что Гайдаровский форум, по сути, не обсуждается, а обсуждается вот этот скандал, понимаете. А там есть что обсуждать, в том числе очень критически есть что обсуждать. Потому что, ну вот мне, например, показалось, сколько я бываю там каждый год, что настроение в этот раз было значительно более каким-то подавленным и депрессивным, вот в целом, понимаете, в целом. Не только в моей аудитории, где был наш круглый стол, а вот в целом, да, значительно более депрессивным, меньше надежд, какое-то ощущение, что все равно ничего у нее не будет и так далее. А это ведь что говорит? Это и отражение реального положения в стране, ну, в сознании людей, да, участников форума. И это же говорит о том, что те, кто там участвует, не могут дать, ну, какого-то духоподъемного чего-то. Вот на моем круглом столе, значит, у нас там всегда делается так, что все эксперты приглашенные сначала отвечают на коротенькую анкету за несколько дней до форума, я подвожу общий итог, и начинается дискуссия с презентации этого общего итога. Это интересно и зрителям, вот как бы как обобщенное мнение экспертов. И самим экспертом, потому что они каждый же за себя отвечают, он не знает, что сказали другие. И вот, вы знаете, оказалось, что поразительное в этот раз, от 17-го года никто ничего не ждет. Революции не будет, восстания не будет, массовых забастовок не будет, реформ тоже не будет. Вот как бы ничего не будет. А будет продолжение этого в политике мягкого подавления, да? То есть, помните, такие детские игры, когда нужно было, качая там какую-то плоскость, загнать шарик в дырочку, в лузу, в ямочку такую, да? И вот если вы его загоняли, то он уже там спокойно и стабильно стоит. Вот такое впечатление, что страна попала вот в такую ямочку, понимаете? И никогда из нее не выйдет. Но если только не качнется стол, то есть если не будет каких-то мировых катастроф. Вот такое ощущение, и с этим ощущением, в общем, очень многие были на форуме, понимаете? Многие обвиняют форуму и его ключевых спикеров в том, что они сознательно уходят от очень важного вопроса, возможно ли экономические преобразования при этой политической системе, или надо сохранять, или они невозможны. Понятно, что там в основном выступают люди, которые считают, что нужно действовать в рамках этой политической системы, понимаете? Вот. И это тоже как бы проблема форума. Но ничего не обсуждалось, знаете, не обсуждается, что говорил Худлин, а он представил первый раз программу свою, да? И все вот из-за этого, понимаете, хулигана, из-за его присутствия, которая все подавила. Да, но проблема-то вот в чем, что хулиган хулиганом, но это же знак, это же тенденция, это же ведь шок, почему? Потому что это либеральный форум. Сначала вы прекрасно помните, что однажды уже была такая история, когда к вам там туда объявился Гиркин. Тоже был... Нет, Гиркин, извините, извиняйте, извиняйте. Извиняйте, Гиркин пришел на московский экономический форум, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Московский экономический форум, это этот самый, как его, Бабкин, этот Глазьев и прочая публика. То есть это логично, это было логично. Гиркин там самое место. А вот Золдостанов на нашем форуме, это, конечно, ужасно. Да, но вот это расценивается как знак, как тенденция, и при этом, понимаете, тут еще какая-то штука-то сошлась. Вот есть ряд экономистов, например, Сергей Алексашенко, он с обидой пишет, вот меня не зовут, меня как экономиста, я не нужен на этом форуме, я слишком радикален. А вот этого зовут. То есть тут же не просто так вот хулиган пришел, здесь еще есть случайное и не случайное. Компетенция, тут я не компетенция, потому что вот, ну я отвечаю за, так сказать, за свою, вот на то, что я там делаю, да, значит, по отношению к моему круглому столу, а он очень не комплиментарен. Ну смотрите, у меня выступают Орешкин, Сатаров, Володя Кельмен, приехал сегодня Андер Шоц, он, ну не сегодня, вот вчера был у меня, там и так далее. То есть у нас очень, Лили Шевцова, то есть у нас вообще очень такие оппозиционные люди выступают и говорят вещи, очевидно, не очень приятные или сильно неприятные начальству. Да и меня начальство не сильно любит, а то понимаете. Вот, я вообще русаков. То есть вот я знаю, что у меня цензуры нет, да, возможно, что на основных панелях она есть, но там того же Сергея Александровича, я, если он, так сказать, со счета для себя возможного интересного, я с удовольствием приглашаю на свою панель. Да, хорошо, Леонид, конечно, есть ли ваши панели, я не хочу быть там Кассандрой, но есть ли ваша панель сохранится, потому что я знаю, что над ней тоже уже тучи нависали, нужна ли политическая панель на этом форуме, такие разговоры тоже ходили. Ну вот нависали-нависали, а мы до сих пор живы, понимаете. Да, вы живы настолько, что Сергей Марков вас обвинил в том, что у вас слишком монолитная точка зрения, вас 90% на панели, там, 100% на панели, примерно думают в одном направлении. Он посидел в зале Маркова. Ну, потому что, понимаете, ну, слушайте, да, я читал это, и Сергей Марков сидел там в первом ряду и слушал, ради бога, но, понимаете, это же либеральный форум, это форум Гайдара, это форум Гайдара, поэтому мы там собираем, там собираются люди, определенные совершенно системы взглядов, да, и они вот между собой обсуждают. Это, понимаете, вам не дискуссия у Соловьева, да, это совершенно другое, да. А насчет того, что тенденция, я вот хочу одно слово сказать, знаете, я вот сейчас под впечатлением книжки одной, которую очень всем рекомендую, Себастьян Хаффнер «История одного немца». Значит, это написал человек, который эмигрировал из Германии в 1938 или 1939 году, в возрасте там 32-33 лет, из такой хорошей семьи, образованный молодой человек, чистокровный ариец, так сказать, немец, да, и вот он пишет, как Гитлер пришел к власти, как все это безобразие у них устанавливалось. И вот, знаете, вот самое, конечно, ужасное, это подъем такого жлобства, понимаете, вот жлобство поднимается, да, мрачное такое. И вот у нас, я надеюсь, что, так сказать, далеко эта аналогия не зайдет, но, тем не менее, у нас вот это тоже наблюдается. Знаете, и хирург, и там на Первом канале говорят, запишите меня в гомофобы, значит, и люди начинают вдруг гордиться тем, что они гомофобы, там, ну и так далее, да. Вот это ужасные тенденции, которые, ну, ну, что ли, вот мы так живем. Спасибо вам большое, Леонид, за участие в нашем эфире. Я напомню, телефон 8 800 222 12, по которому мы ждем звонков от наших слушателей. Вот, Марина, на связи. Здравствуйте, Марин, говорите, пожалуйста. Кать, вы все, мне кажется, забыли, кто у нас власти и какая организация. Какая же? Они сделали игру, допустили Гайдаровский форум, собрали там либералов, которых уже никто не помнит, а говорить-то будет о таком, о хирурге. А они там сами ничего не говорили, вы сами говорите, там была ерунда какая-то. Все начальство говорило то, что можно вообще было промолчать. И они считают всех либералов за дураков. Правильно, сейчас все о хирурге. Все только либеральные статьи не о ситуации в России, а о хирурге. Нет, вы поймите, Марина, тут дело очень простое. Тут дело простое. Тут дело в том, что если бы не было хирурга, ну-то вообще бы ничего не говорили об этом форуме. Вот и все. Тут вариантов-то два всего. Либо говорите там больших... Вы, Александр, так удивленно меня смотрите, как будто бы этот форум был бы просто номер один в обсуждениях, если бы там не было. Номер один безусловного неба. Но, Лен, просто вы как бы подстраиваетесь под вот эти общие тренды, причем это тренды не политические, а чисто медийные. То есть нужен скандал, нужно что-то еще. Нет, мы-то не подстраиваемся. У нас вот, смотрите, у нас сейчас закончится эта передача, и у нас начнется следующее, где будет только исключительно этот форум. Замечательно. С его дискуссиями, с его дебатами и так далее. То есть мы ничего не подстраиваемся. Но это явление мы должны обязательно осмыслить, что произошло. Почему? Почему люди, которые были на этом форуме, они почувствовали себя оскорбленными? И вопрос, кто им это пристроил, зачем, с какой целью, и что из этого следует? Ну, в таком случае, если они почувствовали себя оскорбленными, тогда вот возникает похожая ситуация, как с Пен-центром. Люди, если чувствуют себя оскорбленными, они выходят из некой организации. Если вот эти люди, знаете, как мне кажется, власть относится к ним, как в свое время советская власть, к буржуазным спецам еще в 30-е годы, которые еще оставались недобитки, вот эти вот недобитки собрались вот в этом большом зале. И действительно, здесь я с Мариной соглашусь, что их действительно таким образом используют. А потом дают некий информационный такой всплеск совершенно другой. И вот то сущностное, о чем говорил там господин Кудрин и господин Гозм и так далее, это все действительно отходит, даже если бы это бы не отошло. На федеральных каналах это действительно не тем, я здесь с вами согласен. Но есть другие СМИ, даже электронные, не говоря уж там о печатных и вот радио, которые, в общем-то, это обсуждают. И те, кому это интересно, будут обсуждать. Другое дело, действительно, искусственно выстраивается, что это здесь несущественно. А вот вам еще и, вот как я говорю, как конь в Сенате, вот этот хирург и вот, пожалуйста. А в следующий раз кого-нибудь еще позовут? Дело в том, что, да, дело в том, что когда шокирующая ситуация, почему же ее не обсуждать? Что здесь такого, что она обсуждается? Она нормально, совершенно. С нами на связи Владимир Гельман. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Вас тоже очень приятно слышать. Вы были там на панели, вот, который вот руководил, можно сказать, руководил Леонид Гозман. Вы там присутствовали. Вы, конечно, не видели ту панель, где присутствовал, соответственно, Александр Залдостанов, насколько я понимаю. Я думаю, что это происходило примерно в то же самое время, только в другой аудитории. Да, но всем, благодаря тому, что есть государственное агентство, Интерфакс и так далее, мы знаем о том, о чем он там говорил. Кстати, нет видеозаписи, что самое интересное. Его никто не снимал. Его совершенно не раскручивают, его участие на этом форуме, никакие федеральные каналы. Вообще, да. Вообще, кстати сказать, не так уж выгодно государству, как казалось, пиар вот его на этом форуме. Если бы захотели. Они не захотели. Они держат в запасе. У нас этого видео пока нет. Но вот государственное агентство ТАСС познакомило нас суть его выступления. Вот я хочу его адресовать Владимиру Гельману. Патриотический туризм и огромные деньги, которые выделяются на этот туризм. Вот нам, например, ТАСС рассказывает, сколько гектаров в этом парке Патриот, который выделен в аренду сейчас клубу байкеров, предлагает этот парк разрабатывать и развивать хирург совместно с Минобороны. То есть это такая вообще-то серьезная экономическая бригада выстраивается вокруг вот этих патриотических денег. Вам как кажется? Это серьезная штука. Это не просто какой-то там пришел хулиган, что-то там показался в своих доспехах и ушел. Нет, там деньги-то большие. На самом деле желающих осваивать большие деньги в России очень много. И я бы, честно говоря, не стал в этом смысле рассматривать этот эпизод в отрыве от всего общеэкономического фона. Понятно, что у нас очень большое количество тех, кто осваивает государственные средства. И в этом плане можно ставить этого персонажа в один ряд с руководителями Роснефти, Газпром, РЖД и других крупных соискателей ренты в нашей стране. Мне кажется, что мы, ну понятно, это такой хороший повод, что называется, человек кусал собаку, и все об этом начинают говорить. Но, к сожалению, гораздо более крупные и серьезные вещи остаются за пределами внимания. Мне кажется, что проблема наших дискуссий в том, что все бросаются обсуждать и обсасывать то, что так ярко выходит из ряда. А на самом деле, ну, да, таких соискателей ренты у нас огромное количество. И когда приходят, как бы, такие персонажи и начинают говорить о том, что отдайте там деньги на патриотический туризм, все начинают это здорово обсуждать. Когда происходят гораздо более масштабные вещи, но они не столь яркие, и решения принимаются, как бы, где-то в кулуарах, о которых мы не знаем и не догадываемся, об этом, к сожалению, говорят намного меньше. Ну, потому что вы же сами объяснили, почему. Потому что мы не знаем и не догадываемся, и решения принимаются в кулуарах. А что, что-то обсуждать? Как раз обсуждать здесь есть что. И, собственно, если мы посмотрим на дискуссии на форуме немножко более внимательно, не только на яркие проявления, да, мы увидим, что там очень много таких, ну, что ли, точек напряжения. Вот было выступление премьер-министра, который, ну, по сути, сказал, что давайте оставим все как есть и будем поддерживать статус-кво. А было выступление Кудрина, о котором уже Леонид сказал, где было прямо произнесено в том, что пока мы не изменим механизмы государственного управления, мы, в общем, не сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается российская экономика, российское общество. Но, собственно, те вопросы, которые будут лежать в основе повестки дня нашей страны, их обсуждение, к сожалению, уходит на второй план, потому что всем очень интересно, кто там в шапочке приходит и начинает себе требовать денег. А если вот давайте отставим вот в шапочку на минуточку, в сторонку, хотя, тем не менее, шапочка тоже играет в какую-то свою очень большую. Понимаете, это вот тенденция все-таки очень яркая, что вот на Гайдаровский форум пришла эта шапочка, это очень о многом говорит. Но, тем не менее, вот я сейчас на минуточку оставляю в сторонку. Вот смотрите, вот у вас сидит панель 10 либеральных политологов и экономистов. В зале сидит Сергей Марков, небезызвестный, который говорит, бросает вам упрек. Он говорит, у вас сто процентов, вы все между собой согласны, здесь нет, не согласны. На это Леонид Гозман, ваш коллега, нам отвечает, что у вас есть своя трибуна, своя площадка в телевизоре. Как, понимаете, но ведь, знаете, вот есть такая штука, руководящие направляющие. Вы прекрасно понимаете, что экономикой рулят сегодня не те, которые сидят на вашей либеральной панели. Экономикой рулят другие люди, которые в эту минуту на вашей политической панели, вот они не представлены. А как находить тогда, вот как двигаться куда-то, если вы просто даже в рамках одного форума, вы так разделяетесь. Как же находить эти точки соприкосновения? Вот вы их отсекли, они вам неинтересны, пусть они там по себе тусуются у Соловьева. Вы сами по себе, они сами по себе. А как договариваться? А тогда ради чего вы собираетесь? А если все равно вы для этого государства неинтересны и на отшибе? Вы знаете, на самом деле у разных участников есть много возможностей высказаться. И я думаю, что многие участники политического круглого стола вполне могли бы высказывать свою точку зрения и на телевизионных форумах, и на многих других площадках. Более того, эта точка зрения и высказывается. Горее, проблема в том, что ее не слышат или не хотят слышать другие политические игроки, ну или там их сторонники типа господина Маркова. Но я бы не сказал, что на секции, которую вел Леонид, все выступали в унисон. Там очень разные точки зрения звучали и очень разные оценки. Леонид мне не даст соврать, что на самом деле, скажем, мнение, которое высказывал я, там очень сильно не совпадало с точкой зрения, которую высказывал Татьяна Ворожейкина, Николай Петров, другие участники этой секции. Там была дискуссия по очень важным принципиальным вопросам. Как мы оцениваем то, что происходит в мире за пределами России? Как это влияет на нашу страну? Почему прогнозы, которые дают специалисты, не только участники этой секции, а вообще самые разные специалисты, очень часто не сбываются? Что остается за пределами внимания? И многие другие фундаментальные вопросы, которые реально надо обсуждать, и на которые существуют действительно разные точки зрения и разные мнения. То есть, с моей точки зрения, важно было бы эти проблемы обсуждать не на одном единственном круглом столе, куда собралась небольшая группа экспертов, а на гораздо более серьезных площадках с большей аудиторией, чем вмещал наш круглый стол. То, что этого не происходит, это, конечно, плохо и прискорбно, но, как мне кажется, даже очень небольшое обсуждение, не очень большой аудитории, оно важно для понимания проблем, перед которыми стоит наша страна. Так что я бы не стал говорить о том, что вот это какой-то монолит единомышленников, вовсе нет. И, ну, я прошу прощения, Марков не тот человек, который вообще в состоянии об этом судить. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Я вот хочу предоставить слово Дмитрию Гудкову. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. С наступившими праздниками вас со всеми тоже. Да, и вас уже. И я хочу вот вас спросить. Я знаю, что вы там по каким-то причинам, вот видите, вот вы все-таки, видимо, хирург Залдостанов, он больше заслужил участие, чем вы в этом Гайдаровском форуме. Как-то он больше заслуг у него, видимо, перед государством. Вы там не участвуете. Но у вас, тем не менее, я хотела спросить вот о чем. Вот когда мы читали смысл его выступления, который передают, я все-таки возвращаю вас к его выступлению, потому что другие выступления, которые были на форуме, вы еще услышите. Я уже сказала, что у нас будет целая программа про это. Когда нам пересказывал ТАСС его выступление, нам вот дали такие цифры, что его идея, его светлая идея, которую он хочет реализовать под Севастополем, стоит, обойдется бюджетом, в 5-6 миллиардов рублей. Понимаете, вот я все-таки хочу снова еще раз вас спросить, ведь это же не каждому человеку дадут на какую-то светлую, прекрасную идею, какого-то парка патриотического, 5-6 миллиардов рублей. Вот все вот эти его появления на богослужениях, на вот этом замечательном форуме, на котором вы никто не ожидал видеть, это вообще-то не способствует, это какой-то, знаете, вот такой финансовой легитимизации этого человека, чтобы мы потом уже не удивлялись, почему ему не дать столько денег, а потом еще столько денег. Как вы это расцениваете? Ну, мне кажется, его давно уже наши власти легитимизировали. Даже до такого уровня, что один из его каких-то там региональных заместителей позволил себе сделать замечание пресс-секретарю президента и сказать, типа, не надо нас учить жизни, возвращай своих детей и свою семью из-за границы, а тогда можешь и учить уже нас. То есть даже вот в такой тональности они позволили себе общаться с пресс-секретарем президента. Ну, если честно, меня вообще не удивляет его появление на таких форумах, потому что у нас уже был форум с Гиркиным. Но мне кажется, слишком много внимания все-таки уделяют появлению хирурга. Я лично увидел только какой-то там 13-секундный отрывок из его интервью, и я ничего не понял из того, что он сказал. И печально, конечно, что это стало центральной темой Гайдаровского форума. Хотя, конечно, те люди, которые отвечали за пиар, они должны были прекрасно понимать. Ну, даже анекдот же есть такой, когда замученная бедная крыса приходит к хомячку и говорит, «Ты знаешь, мы из одного отряда грызунов, тебя все любят, а меня ненавидят. Почему так?» Хомячок говорит, «Не знаю, наверное, у тебя пиар плохой». К сожалению, в этом году у Гайдаровского форума был очень плохой пиар. Вот это, конечно, очень жаль. Причем там идет целое расследование. Там, вы знаете, Дмитрий, там же интересная штука. Вы не можете даже понять, каким образом он там появился. Никто не берет на себя ответственность. Знаете, как обычно теракт совершается, берут ответственность. В этот раз вот такая бомба взорвалась в виде хирурга, никто не берет на себя ответственность. То есть там какие-то бесконечные версии. То это позвала дочь Шойгу почему-то, какое она к этому имеет отношение, я не знаю. То какой-то проректор, который байком занимается. Там у них есть проректор. То есть никто официально так и не сказал, откуда чего. Вы знаете, на самом деле не имеет значения, кто его только послал, но в этом есть все равно определенный символизм. Я на самом деле симпатизирую, хоть меня ни разу не приглашали на этот форум, но я очень симпатизирую многим людям, организаторам. И прекрасно понимаю ту тяжелую и трудную миссию, которую они взвалили на свои плечи. То есть это замечательная площадка, на которой пытаются призвать президента все-таки поменять вот эту неадекватную политику. И хотя бы иногда думать о российской экономике. И с учетом того, что мы видим в последнее время, какие решения правительство принимает. Ну в первую очередь президент, естественно. И какие решения принимает закон в Государственной Думе. То есть политика, экономика, она уже давно стала заложником геополитических неадекватных амбиций нашего президента. Который, ну почему-то считает, что в 21 веке можно использовать инструменты такой грубой силы для того, чтобы добиться каких-то результатов. А на самом деле мы видим все эти результаты с точностью до наоборот. Вот аннексия Крыма привела к оттоку капитала порядка уже 300, по-моему, миллиардов долларов. Но больше 250, это точно, как Кудрин, кстати, говорил. Причем за два с половиной года. Потом мы и получили массу санкций. Ответили еще своими идиотскими совершенно контрсанкциями, которые ударили только по нашим гражданам. По российскому бизнесу, по российской экономике. Дальше закручивание гаек привели к тому, что у нас абсолютно система нашей правосудия и правоохранительная наша вся система, она не то, что не способна уже защищать людей, она просто мешает жить и бизнесу, она мешает жить российскому обществу. Невозможно защитить право собственности в судах. А это сразу же видит и чувствует инвестор. И когда у нас происходят такие, скажем, рейдерские захваты, там типа Башнефти, попытка захвата Домодедова. Я уже не говорю о том, как ларьки уничтожили в Москве, когда люди пришли с этими бумажками, как их потом назвали, свидетельствами собственности, суды. А их отправили куда подальше, даже не дали никаких компенсаций. То есть это же все влияет на деловой климат. И как правильно когда-то сказал Греф, он правда очень дипломатичный, а не с Кудрином, говорят все очень правильно, просто очень дипломатично. В общем-то, если перевести такой дипломатичный язык на бытовой, то фактически они говорят, что с такой неадекватной политикой никакую экономику строить невозможно, потому что нужны институты, нужен нормальный парламент, где была бы дискуссия на профессиональном экспертном уровне. Нужны суды независимые, нужно защищать право собственности, нужно восстанавливать отношения с Западом, вести себя прилично, соблюдать нормы международного права и тогда отменять санкции. В общем, без всего этого все разговоры об экономике, ну я не могу сказать, что они носят бессмысленный характер. Но, в общем-то, как мы видим, проходят форумы один за другим, а потом принимается решение, которое, в общем-то, все, что там наговорили, все эти правильные идеи, они перечеркиваются прочерком пера на каком-нибудь одном безумном законопроекте. Либо указ, который там, тот же указ, когда были введены вот эти контрсанкции. Ну вот я, на самом деле, ну и поддерживаю тех людей, которые пытаются что-то сделать, ну прекрасно понимаю, ну, наверное, уже вот в этой системе власти это дело абсолютно бессмысленное. А вы как считаете, вот Дмитрий, до каких масштабов в этом году в текущем разрастется вот этот фиговый листок патриотизма, которым пытаются прикрывать экономические дыры? Вот, например, есть ли перспективы у идеи того же Солдостанова создать при президенте патриотический совет? Он уже предлагал себя, Рамзана Кадырова, Александра Проханова в состав такого совета, который бы, ну, как-то вот управлял, корректировал патриотическое воспитание в Российской Федерации. Ну, давайте не будем называть идеями, там идея очень простая. Прийти и попросить денег. Опять. Никакой там идеи нет. Но, как мне кажется, вот после некоторых заявлений ночных волков, когда они попытались там вступить в диалог с Песковым, потом с Константином Райкиным и так далее, я думаю, что власть все-таки поняла, что не нужно плодить Шариковых, потому что эти Шариковы потом начнут лаять и в сторону власти. Поэтому, мне кажется, этих людей отдернули. И эта идея, на самом деле, вот весь этот сквастный патриотизм, он уже раздражает очень многих людей и в эстеблишменте нашем. И вообще, даже, мне кажется, провести нормальный психологический опрос, то большинство людей скажут, да как это достали все эти патриотические речи, мы не верим, это просто вот это какое-то вранье и попытка обмануть. То есть, мне кажется, это тренд уже нисходящий. Да, но я рада это от вас слышать, но я, когда увидела все-таки это лицо власти в виде Залдастанова на богослужение, а для них это очень много играет, очень такой серьезный, важный ум, кого покажет по телевизору там, в храме Христа Спасители. Просто когда выходит Залдастанов и начинает ассоциироваться с патриотизмом, то это все превращается сразу в фарс. Это как, можно вспомнить тот же самый анекдот про крыс и хомячка, понимаете? Идея патриотизма, она хорошая идея, но когда она ассоциируется с такими людьми, то от этой идеи очень скоро ничего не останется. Ага, и вам кажется, что власть будет от них отодвигаться вот немножечко, да? Да, просто будет все больше и больше людей будут отодвигаться. Отодвигаться люди. Патриотов у нас много, скажем, которые, ну, настоящих, назовем патриотов, причем среди патриотов очень разные люди есть, которые власть поддерживают, которые не поддерживают власть. Так вот, даже поддерживающим власть, ну, назовем там приличным патриотом, им просто некомфортно будет ассоциироваться вот с таким рядом экспертов по патриотизму, мне кажется. Хорошо. Я, по крайней мере, вот это так на интуитивном уровне ощущаю. Спасибо, мы это проверим. Ну, и перед тем, как вот показать вам опрос наших прохожих, такой у нас короткий обмен мнениями с Александром чисто профессиональный, я хочу сказать, что мы, конечно же, должны были пригласить сегодня Александра Залдостанова в нашу эфирму, это сделали. Мы позвонили, наш координатор разговаривал с его пресекторами. Совершенно невозможно с ним об этом договориться, потому что он сейчас вот занят, например, новогодним утренником байк-шоу. Да, вот все еще идут представления, на которые тоже, кстати, там получено очень много денег государственных, каждый год выделяются большие средства. Это совершенно уникальное представление в духе кукрыниксов. Вы знаете, вот там этот вот доллар, дядюшка доллар, там какие-то страшные оба... Да, там показывали по России 24, у меня просто глаза вот в квадратные, что это все возможно в наше время. Вот эти шоу, они тоже оплачиваются, и он участвует, и сейчас он занят, и у нас не получилось даже записать коротенького интервью. У вас были такие попытки, Александр, поговорить? Да, вот он мне тоже какое-то время был интересен, но после тех моментов, о которых я говорил, я решил с ним сделать интервью, и позвонил ему, он попросил прислать ему вопросы. Я прислал вопросы, вопросы были практически все нелицеприятные, в общем, я там немножко стебался над этим персонажем, он понял, очевидно, и поэтому замолчал. То есть от него потом не было никакой реакции, после чего я написал такую резкую заметку, потому что у меня, кроме Золодостанова, еще также отказался Дарт Лимонов, вот я их объединил в одно какое-то целое, и, в общем, таким образом набросился на этих персонажей за их, в общем-то, несмелость, я так мягко говорю. Но теперь он мне, в общем-то, совсем не интересен, хотя Дмитрий говорит, что вот это все нисходящий тренд, патриотизм, и Золодостанов как представитель, я думаю, что абсолютно не так, и Владимир Путин помнит, благодаря кому он выиграл выборы, благодаря, так скажем, народу, я это беру, безусловно, в кавычки, это такой сделанный народ, но это большинство. Может быть, это агрессивно послушное большинство, и это вот агрессивно послушное большинство, должен кто-то олицетворять, какие-то конкретные люди, и в данном случае Золодостанов выбран, и в данном случае это власти просто необходимо, и Дмитрий Гудков говорит со своей позиции, он разделяет вот эти оттенки патриотизма, извините за ассоциацию, но есть, в общем-то, руководящая направляющая линия, которая очень нужна, вот эта вот массовость и вот такие люди, а вот то, что там деньги под это, безусловно, ну, это у нас такая политика идет довольно давно, и здесь, опять же, ничего удивительного. Да, и я тоже все время буду наставить на том, что это лицо очень важных для власти мероприятий. На сегодняшний день. Это 4 ноября во главе колонны вот хирург, они же ставят его в Рождество во главе, так сказать, властной тусовки хирург, они ставят его все-таки и делают лицом своих вот важных, принципиальных, каких-то пафосных, торжественных мероприятий. Да, Лин, ну, пример Гиркина говорит о том, что если человек в чем-то провинится, скажет что-то не то и будет настаивать на этом, то вот не будет его. То есть это все такие временные персонажи, которые вытаскивают. Вот Гиркина уже нет на едином поле. Ну, Гиркин уже вернулся, он уже вернулся в ссылку, он в Москве-то уже был фактически в ссылке после своей вот этой истории, он здесь уже ни разу, ни одной минуты не стоял и не представлял, и не был лицом. Ладно, смотрим вопрос, как москвичи объясняют появление Залдастанова на этом форуме. Зачем байкера-хирурга позвали на экономический Гайдаровский форум? Ну, он же хирург. Ну, и форум-то политический еще. Мало ли, будет кого-то плохо, он полечит словами. Добрыми. Наверное, что-то ценные хотят услышать, умный совет. Других уже не осталось, ни с кем. Не знаю, может быть, глаз народа какой-то узнать. Видение простого человека, который никаким образом не связан с политикой, экономикой и остальным. Можно было собрать в метоформе людей экономистов, правильно? Которые что-то могли посоветовать, решить. Если он что-то может посоветовать, то пускай посоветуют. Он такой человек, как и все, в принципе. Я с удовольствием присоединяюсь к вам в смысле вопроса. Не знаю, готов с вами разделить негодование. Не знаю, зачем. Мне кажется, он должен кататься на мотоцикле и содержать свой клуб. Ну, я так думаю, для рейтинга. Просто он занимает определенную нишу. Соответственно, я думаю, только для рейтинга. В развитии своей экономики он вклад уже вносит. Осваивает, так сказать, бюджетные деньги. Ну, то есть определенными навыками обладает. Как вчера слушал «Лунную передачу», а когда он там выезжал на сцену, все остальные должны были выйти из зала. Это плохой пиар. Это негативно, к этому отношусь. И я думаю, что байкеры не должны присутствовать на форуме экономическом, если он не экономист. Был бы он экономистом, да, не вопрос. А так он совершенно не из той структуры человека. Ну, тоже послушаю. А интересно послушать всех, а проанализировать самим. А уже если их его приглашают, все же все равно в деньги упираются. Это отмыв бабок каких-нибудь или что-то типа того. Это мое мнение. Каким образом? Я не знаю, я не знаю, что их с кем. Меня же не зовут туда, хотя я уверен, что к экономике имеют такое же отношение, как и этот байкер-хирург. Глупость полная. Что говорить? Зачем она нужна? Не знаю зачем. А зачем все это нужно? Все эти Сирии, там эти Крымы. Зачем это нужно? Неизвестно зачем. Зачем это нужно? Кому-то там. Ну, вот пока мы слушали опрос, мне тут сообщили, что понятно, какое имеет отношение. Вот я говорила, что, возможно, пригласила дочь Шойгу и не очень понимала, при чем здесь дочь Шойгу. Оказывается, и супруга Сергея Шойгу работает деканом в этом институте МАУ, на базе которого проходит этот форум, и дочь работает там преподавателем. Вполне возможно, поэтому эта семья увязана с приглашением этого человека, если это имеет какое-то вообще-то значение. Ну, что вы скажете о наших мнениях, Александр? Мне кажется, что очень разумное. Да, мнения очень адекватные. Такие, знаете, московские мнения, я бы сказал. Ну, это же вы не структурировали, как-то не пытались сделать какое-то определенное мнение, выгодное, условно говоря, там, политики либеральные, политики радиусловно. Нет, конечно, вот москвичи так вот адекватно думают. Тем не менее, все равно, большинство принадлежит не этому мнению, по-моему, и большинство формируется через другое средство массовой информации, о котором мы с вами говорим, когда я здесь оказываюсь, о телевизоре. Телевизор через телевизор. И люди готовы поддаваться на то, что им говорят с экрана, господа Киселев, Соловьев и так далее. Очень умело это все делается. И поэтому, другое дело, Лен, вот у меня к вам вопрос по ходу дискуссии. Вы сказали, что вот собрались люди, которые не имеют никакого отношения к экономике. То есть, и премьер-министр, то есть, я думаю, что, по сути, вы правы. Нет, на панели, на политическое. А, вот только на это, да? Я имею в виду политологов. Вот Владимир Гельман не даст собрать. Ну, понятно, понятно. Собрать там, Леонид Гозман собирает политологов, которые обсуждают политическую часть дела. Ну, вот Владимир Гельман Джонджин нам сформулировал идею, ну, в главной, в краеугольный камень этих споров. Возможно ли экономические перемены без смены власти? То есть, возможно ли вот с этой же властью реформы радикальные или невозможно? Я думаю, что все у них, в общем, упирается в это во всех дискуссиях. Можно ли с этой же властью двинуться вперед? Ну, да. Но этим людям просто говорят так же, как в свое время Путин сказал олигархам. Вот вы в политику не суетесь, занимаетесь своим бизнесом, тогда у вас будет все в порядке. Так же вот здесь и экономисты. Другое дело, что у нас так называемый есть экономический блок правительства, на который все нападают, в том числе присутствующий Марков, на которого так как-то Владимир Гельман как-то пренебрежительно, о котором сказал, мне это не очень, честно говоря, понравилось. Мне кажется, вот его бы тоже можно было как-то пригласить на эту дискуссию, по крайней мере, чтобы он не сидел где-то в сторонке. Вот это есть экономический блок, который Путин держит. Другое дело, да, он предел в связи с арестом Улюкаева, я понимаю. Но, в общем-то, эти люди считают, может быть, что им доверяют, что они занимаются реальной экономикой, хотя абсолютно точно, конечно, что нет. Другое дело, вот я расширил так ситуацию, я не понял вашего тезиса по поводу только этой панели, но, по сути, даже премьер-министр Дмитрий Медведев, мне кажется, вот так по большому счету, вы и глобально правы, конечно же, экономикой занимаются очень реальные пацаны или реальные люди. На этом форуме не было, скажем, господина Сечина, или, я не знаю, был бы господин Миллер, наверное, тоже не было, да? Нет, нет, по-моему, нет. И какие-то другие структуры, политика тенево-экономические, которые занимаются настоящей экономикой в России. А вот эти яйцеголовые товарищи, белые воротнички, ну вот они знают, должны знать свое место. И, кстати, вот приход Золдостанова, им еще точнее указывает их место. На это место. Давайте мы поговорим, вот нам звонит Александр из Калининградской области, наш слушатель. Потом я это обращу к Владимиру Гельману, ваши эти мысли. Пожалуйста, Александр, Калининградская область, здравствуйте. Добрый вечер, господа. Здравствуйте. По поводу Золдостанова, его присутствия на форуме Гадаровской. Что-то мне подумалось о том, что нужно Алексею Навальному расследовать это дело. У него очень хорошо получаются подобные вещи. Может быть, у кого-то из высокопоставленных чиновников, или друзей приближенных к Путину, или внучок, или сын, или племянник, какой-то, видимо, ярый байкер. Спасибо. Спасибо. Но он пока, то, что все, что написал Навальный, это то, что с удвоенной, с утроенной скоростью крутится сейчас Егор Владимирович, Владимирович Гультимурович, Егор Тимурович, там, где он сейчас, на том свете, короче говоря. Вот так вот он, он так закрутил этот образ, вот такой, что шок такой, возможно, у него там, где он сейчас, что... Владимир Гельман, вот я еще раз хочу к вам обратиться с тем, что сказал Александр сейчас, что действительно, вот, и, может быть, вы об этом уже начинали говорить, что в чем же тогда практически все-таки смысл, понятно, что теоретически есть, таких форумов, если реальные люди, которые решают, рулят проблемы, разруливают проблемы реальной экономики, они, ну, они не ходят туда даже, все эти сечины. Собственно, кто занимается экономикой? Сечин? На ком все? Денежки у Сечина? Это не совсем так. Экономикой, конечно, занимаются в том числе и министры, которые там присутствовали и выступали. И беда в том, что ключевые решения по экономическим вопросам принимают не они. Они эти решения готовят, они докладывают главе государства, с какими-то из их предложений глава государства соглашается, какие-то игнорирует, ну, а на каких-то министров он может реагировать совсем иначе. Ну, вот в предыдущие годы на форуме довольно ярко выступал Алексей Улюкаев, на нынешнем форуме его имя упоминалось только на нашей политической секции. И в этом, собственно, и состоит ключевая проблема. Вот у нас есть специалисты, которые занимаются финансами, занимаются бюджетом, занимаются налогами. И, уверяю вас, без их участия, ну, ситуация в России была бы, скорее всего, намного хуже, чем мы наблюдаем сейчас. Но эти люди выполняют, как тут, в общем, правильно было сказано, такие функции, ну, буржуазных спецов, которых наняли на выполнение конкретных задач, потому что без них не справятся. А если они эти задачи выполняют не так, как хочется политическому руководству, то от этих людей можно избавиться, отправив их в отставку, ну, или куда-то еще подальше. Вот в этом смысле как раз Гайдаровский форум очень четко демонстрирует этот разрыв между экспертизой, которая в России вполне на достойном уровне. Люди, которые там выступали, я не имею в виду персонажей в шапочке, а те, кто делал доклады на пленарных заседаниях, они вполне квалифицированные специалисты. Они, в общем, понимают суть стоящих проблем и возможные варианты их решения. Но не они те, кто дает важнейшие команды, не они не в их власти принимать кадровые решения. И поэтому, собственно, мы и наблюдаем ту картину безысходности, которую упомянул Леонид. Я с его оценками совершенно согласен. Даже в выступлениях ключевых министров не было большой надежды на какие-то позитивные изменения. Они сами не верят в то, что какие-то полезные для страны изменения произойдут, ну, по крайней мере, в ближайшем будущем. И, собственно, в этом плане Гайдаровский форум, для наблюдателя, каким выступал я, говорил очень многое о положении дел в стране и о том, что решения ее проблем, в общем, откладываются на потом. И когда это потом наступит, никто не знает, потому что, как правильно Леонид отметил, никто из экспертов не ожидает, что какие-то радикальные изменения в нашей стране произойдут, по крайней мере, в течение ближайшего года. А у Люкаева вспоминали еще не злым, там, тихим каким-то словом, добрым? У Люкаева вспоминали на нашей секции, да. И это был один из таких примеров кадровых изменений, которые, в общем, прогнозировались некоторыми участниками, мной в том числе, что произойдут какие-то изменения в правительстве, хотя понятно, что никто год назад не думал, что у Люкаева окажется там, где он сейчас оказался. Но в публичных выступлениях на пленарном заседании, конечно, его имя не упоминалось, и многие из выступавших, я думаю, ну, просто боялись вообще каким-то образом говорить на те темы, которые могут вызвать там недовольство, не знаю, у влиятельных лиц, отсутствовавших на форуме, скажем так. А из все-таки, вот, как вы считаете, из тех персон, которые делают реальную экономику вот сейчас в России, кто был, вот кто, ну, вы знаете же, не только на вашей панели, вот кто все-таки, ну, кроме, помимо премьеры, да? Не, ну, выступали там министры финансов, экономического развития, выступали вице-премьеры, министр труда. То есть, по сути-то, весь социально-экономический блок правительства на форуме был представлен. Выступали там заместители министров в разных секциях. То есть, это было довольно представительное мероприятие, и те, от которых зависит принятие реальных решений, они там присутствовали, говорили, ну, как, например, обсуждалась налоговая политика? Ну, да, вот нам надо что-то делать с налогами. Ну, видимо, налоги придется повышать. Но в то же время, от каких-то конкретных обсуждений, вот что будет, если у нас там, как говорила Голодец, могут ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, ну, для таких граждан, как нас с вами, да? А что произойдет, если у нас повысит ставку налога на добавленную стоимость? Вот эти вопросы, они не обсуждались всерьез, они вбрасывались в зал, вбрасывались в обсуждение, но конкретных решений там не обсуждалось. И понятно, почему не обсуждалось. Потому что все эти люди, они будут докладывать, может быть, не все, но некоторые из них будут докладывать главе государства, ну, и дальше глава государства решение и примет. А какое бы он решение ни принял, чиновники правительства обязаны его выполнять только и всего. Понятно. Ну вот, Александр, вы получили исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Все-таки вырос вес форума в ваших глазах после ответа на швейска. Ну, в моих глазах и был не такой уж и большой, но то, что я здесь услышал, это как-то, да, я получил много интересной информации, просто вот переключился. Если таким ракурсом смотреть и вот на радио Свободы хотя бы обсуждать вот так серьезно, это, ну, это уже достаточно хорошо. Хотя, безусловно, на реальную экономику, как мы уже говорили, это не имеет отношения к реальной экономике. А реальные деньги получит все равно гость в шапочке. Вот они будут обсуждать, а гости в шапочке будут приходить и потом получать денежки, потому что как же не получить участнику такого солидного форума. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событиям» на «Волнах радио Свободы». Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!